Продолжаем читать книгу Эмина Мемедли «Карабахская сага». Следующая выявленная нами публикация появилась в конце царствования Александра I и описывает кровавый штурм Геанджи как апофеоз, героизм и благородство главнокомандующего. Приведем статью без взятия и без изъятия, полностью сохранив стиль автора и комментарий издателя и главного редактора журнала «Московский телеграмм» Николая Алексеевича Полевого. Взятие Янджи Отрывок из рукописи «Поездка в Грузию и Карабаха» Издательства развалены и опустошенные домы возвышают плачевные события города. Крепость, почитавшаяся лучшему во всем Атребеджане, не охраняла, но пережила его. Она еще возвышается над остатками преждецветущей Янджи, а их печальный мавзолей напоминает и судьбу добежденных и имя грозного победителя несущего боли. Русские взяли Янджу в первый раз в 1796 году во время своего похода через Дагестан и Шарван в Грузию, но в следующий год она была оставлена в все пребывания русских. Со временем похода Петра Великого было несколько экспедиций. Многократно ходили на Кубань в Грузию, императие Менгрелию, узнали берега Каспийского моря, но походы си походили более на военные прогулки. Князь Цианов явился завоевателем. Он уничтожал торжество властителей Востока. В 1803 году Янджийский хан Джавад Джавад с 15 тысяч татарского войска и 9 тысяч жен, собранных в залог верности мужей, заперся в крепости. Клятва повелителю и безусловная защита жен сообразна обыкновению жителей Востока и уставом Корана. Служили ханны, несомненно, порокуя в храпрости и верности его орды. Визителено, янджая сделалась срогоссою татар. Главнокомандующий Грузией князь Цианов подступил к ней с тремя тысячами солдат и обложил ее. Войсками его не раз переходила вершина Кавказа и брызганных крови воинственных корцов. В 15 вековые скалы его не раз и на знойных степях ратники снеговой полосы стеной встречали тучи крылатых азиатцев. И здесь слава их всегда передила, как предвестника гибели, как божия гнева ждали Цианова. Но дживат, славный оружием в своем крае, хотел еще помериться с нам врагом, славным уже своим подвигом. Осозили крепость целый месяц, теснили ее войскам биваки, тянулись цепью огни. Их освещали высокие красные стены, янджи. Солдаты мерили их глазами завистливыми. С насадой смотрели на развивающихся бунчуги. На толпы гордых азиатцев, собиравшиеся на стене, как бы дразнить их, втепела алая солдатская кровь. Поговаривали о лестницах, шептали о штурме, жаловались на медленность. Солдат не любит проволочек. Огонь, кортечь, смерть, снесение вблизи, терпение, ожидание тягосты. Но русский генерал берег горсть храбрых сподвижников. Он не хотел усеять костями их стены, татарское укрепление, на которых пять рождали одного. Они нужны ему были на славную даль. Между тем солдаты рубили деревья, отводили потоки. Малыми отрядами нападали на толпы наездников, лишая осажденных средств добывать продовольствие. Действительно, крепость пришла в состояние бедственное. Нуждались дровами, запас провианта был велик. Но не было ячменя. Лошади падали. Водопроводы, которых русским не удалось отвезти, были запружены мертвыми телами. Жители черпали воду, вредную, губительную. Воздух был заражен. Нужда в болезни увеличивалась. Но ничто не колебало татар. Пять раз русский генерал требовал сдачи города. А последнее предложение, сделанное хану, остаться владельцем и данником России, не могло превозмочь упорство и решимости дживата. «Я возьму приступом город, полню, то есть пленю тебя и предам позорной смерти», – писал к нему главнокомандующий. «Ты найдешь меня мертвым на стене», – ответствовал ему гордый Джабад. Надменный ответ сей был для договора приговором гибели. Притом, позднее время года умножения больных в войске русскому. Недостаток в продовольствии принудили князя Тицианов прибегнуть к приступу без отлагательства. Решительная мера сей была необходима и для дальнейших видов планов главнокомандующего. Отступить от крепости, не взяв ее ни тем, ни другим образом – небывалое дело для русских солдат. Сила оружия упала бы в глазах воинственных соседей, определяющих поведение свое одним страхом сильного, чтящих один закон меча. На конюльных боях приготовление к штурму есть праздник в стане. Наряд с делом пробуждается от продолжительного бездействия. Солдаты радуются предприятию, хвастаются своей долгодливостью, событием первых своих предсказаний. Давно бы так. Не век глазеть нам на бусырманов. Пора потешиться штыком, говорят солдаты. Целый день лагерь кипит деятельностью. Одни готовят лестницы, другие наметывают заленавшуюся руку, вставляют кремния, стирают ржу, ржавчину, навозят блеск на штыки. Молодые солдаты не дремлют, работают горячо. Старые вслушиваются в толки, пришептывают прибаутки, рассказывают про старинную солдатскую жизнь, про походы, приступы. И засыпаются, чтобы освежиться, помолодеть к завтрашнему дню. 3 января 1804 года на рассвете двинулись две колонны. Одну вел генерал-майор Портнягин, другой полковник Корягин. Войско шло быстро, дружно. Неприятель, заметая движение противников, уставил стену меткими стрелками. Орудия собрали на пункт атаки. Долго не подпускали русских, встретили их тучи и пуль, градом камней. Татары держались упорно, отчаянно, но после кровопролитного приступа, продолжавшегося два часа, Русские колонны влезли на стену, одни по лестницам, другие врежь. Крабрый Джавадхан выполнил свое обещание. Тело его нашли на стене возле орудия. Он пал, защищая главную точку натиска. Сын его, Гасан Кулиага, гордый соперник его храбрости, повергнут был вместе с отцом. Русские солдаты, как львы, разъяренные, ворвались в город. Сметение было ужасно. Толпы татар в пеших иконах носились по городу. Ища ханского бунчуга, воинственного их маяка. Молодушные искали ворот. Жены высыпали на площадь и боязливым, пронзительным криком оглашали воздух. Солдаты начали очищать улицы. Кровопролитие было, соответственно, обыкновенным приступом. Но никто не коснулся ни женщины, ни младенца. Сам генерал удивлялся человеколюбию и повинению солдат, неслыханным в подобных случаях. В полудню, к полудню стихло. Внутренность города была покрыта мертвыми телами. Солдаты с лошадей снимали золотые уборы. Добыча превосходила число самых победителей. Она состояла в 12 пушках, 6 фальконетах, 1 штандарте, 80 знаменах, 55 пуд пороха запаса хлеба, 5 850 пленок мужского и 8 640 женского пола. Местное положение Янджи, державшее в страхе весь Азербайджан, и крепость между азиатцами, слывшая о плотном, сделали приобретение сие важным для России. Ганжа почиталась ключом северных проницей Персии. На нее глядели властители, прилежащие к ханству, и русские знамя, развеивающие на обогренных магометанской кровью стенах в Ере, было вестником гибели для всех окрестных владельцев. Князь Цицианов дал Янджи, имея Елиса Ветопля, в убеждение постоянного пребывания русских в всей покоренной земле. В числе пленных приведена была ханская семья в жалкое состояние. Князь Цицианов, столь же страшный, как и великодушный, столько же храбрый воин, как и тонкий политик, дал ей денег, одежду, пищу, отвел в покойный дом, собдил ее коврами, войлоками и другими восточными украшениями. Неслыханное всем краю снисхождение сие произвело благотворное влияние. В соседстве Янджи возглашали о поступке с тем, как о неслыханном доселе пленные оставлены были при их жилищах, имущество на их было неприкосновенным. Ни русские, ни грузины под опасением казни не отваживались увлекать собою пленных по обычаю искренне существующему в Азии. Оставшимся два сына Джованта хана при самом начале приступа бежали через стену и с небольшим отрядом татарской конницы пробрались к самому владельцу Шерим, то есть Шеримбеку, вассалу Янджинского хана, князь Цицианов, написал ему следующее письмо. Шеримбеку, со мной, высокославных российских войск главным начальником приписывается и переслать послов не кстати и низко для меня, а вы должны были тотчас сами приехать с покорностью, когда вы боялись Джованта. Хана, как же вы меня не боитесь? И как вы смели принять к себе детей и его бежавших отсюда, которых вы должны были без всякой оговорки сюда представить? Им хода не будет сделано, если бы отец их послушал меня и отдал бы мне крепость, то он остался бы здесь ханом на вечер. Таковы были последние предложения моей ему на письме. Оставьте все час с покорностью ко мне и привезите детей ханских, тогда я приведу вас к присяге и приму подданное его величеству. А если вы замедлите, то я вас и на земле, и в воде найду. Вспомните только то, что я слово свое держать умею. Сказал, что царскую провинцию сокрушу и сокрушил. Сказал, что царскую фамилию раздирающую Грузию и в Грузии вывезу и вывез. Сказал, что Гянджу возьму и взял. Теперь судите, можете ли вы равняться с нами? И неужели вы думаете, что я поверю вашим отговоркам? Впрочем, в вас уверяю, что будете довольны русским правлением и моим приемом, если вы только через день придете. Для того, что после мне дожидаться вас не кстати будет. Ответ отгадать нетрудно. Настоятельность, важность и изъявление воли, безусловно, не подвержены изменению. Вот характер всех письменных сношений князя Тицианова. Он твердо опирал их на прежние славные дела. На страх вышел внушаемый храбрый и горсткую им предводительствуемых. Он был уверен в исполнении своих намерений. Волей его была возможностью. Грозная молва о нем, везде его опережавшая, заставляла несчастливых заранее оббреднеть при его имени и его требовании. Редактором и издателем журнала «Московский телеграф» был Николай Алексеевич Полевой, который являлся прямым потомком русских купцов, которые известно торговали с Персией. Продолжение следует.